Решила вам хотя бы сзади снять человека, счастливого обладателя, опять своих же кроссовок, которые мы сдавали, сколько там, месяц назад? Не, наверное, меньше. Она говорит, я передумала, верните мне назад мои кроссовки. В общем, ходила-ходила. Вы сейчас идут порваны, и вы будете знать, что так пошло. Да, вы уже видели, что мы пытались это все предотвратить, да. Да, но, короче, они покоя не давали, эти кроссовки. Мы не могли есть, не могли спать. И Ева говорит, все, мама, едем и забираем их обратно. Сегодня сервис был другой. Да, сегодня, кстати, уже они были ученые, и с Евой разговаривали совсем по-другому. Все объясняли, каждый свой вздох, каждый свой шаг. Сразу бы так. Не младкая, два, а первый раз. Да. Ну, короче, теперь товарищ с нами кроссовками, я думаю, дома она нам померится, покажешь? Да. Очень классная моделька, мне тоже нравится. Где-то за деревом стояла, но, по-моему, мы до нее не дошли еще. Вот, кажется, вот за этим деревом. Мама обычно забывает, где ее машина, но сегодня я запомнила. Вот она, наша ласточка. Едем домой, там дети пришли с бассейна, едят холодную крошку. Ой, страдают от жары. Жару нам терпеть еще и терпеть. Как мы с детьми поняли, жару нам еще терпеть и терпеть. По крайней мере, сегодняшний еще день и ночь. А завтра они только приедут и будут разбираться. Они сегодня что-то там установили, чтобы определить, откуда утечка, и им нужно время. Я так поняла. Вот. И завтра они только утром приедут и посмотрят, что там случилось, и начнут это все устранять. Ну, какие дела. В общем, не знаю. В прошлом году летом было то же самое, но они как-то быстрее справились, мне кажется. А теперь уже, получается, второй день. Ну, в общем, вот минус у рента. Когда ты сам себе хозяин, ты как бы можешь на это как-то повлиять. А когда ты в ренте, ну, увы. Тут уже как кто привык к чему, у каждого свои рабочие, у каждого своя команда. И мы, в принципе, вынуждены ждать. Но, в принципе, у нас очень хороший лендлорд, он быстро среагировал. И приезжает ремонтировать все всегда очень такой отзывчивый дяденька, очень классный. Мы не в обиде, мы ждем, конечно, мы все понимаем. Но очень трудно в жару без кондера, это просто какой-то ужас. Сегодня Мишель поедет опять к Леве ночевать, она ее привезет в школу утром. А Макар уже останется со мной, потому что всю ночь сегодня Ника не спала, за ним караулила. Короче говоря, сегодня Макар будет, наверное, спать в душу. Вот. Мы вышли из мола. В моле куча народа, сегодня воскресенье, поэтому я вообще ничего не смогла даже снять. У меня телефон постоянно в чью-то попу упирался, поэтому невозможно снимать. Поэтому решила, дома вам покажем уже покупочку. Ну и все. Расскажу что-нибудь еще вам интересного дома сегодня. Покажу вам, что я уж сегодня купила. Свою мечту все-таки мы за ней съездили. Два цвета шнурков, два варианта. Вообще просто, дочь, очень классно, что ты все-таки решилась и взяла их. Ну посмотрим, когда вот эти разойдутся. Ну и бог с ними. Они очень пофиксированы. А тебе какие больше шнурки нравятся? Они прям под настроение, да, эти такие праздничные выходные? Да, вот эти как бы так, а вот это на повседине, на повседине. Это не сильно выделяется. Очень классные кроссовочки. Они ничего, они все-таки. Ну-ка еще бочком. Ты что, отсидела ногу? очень классно очень суперские классно что мы с тобой всем привет еще раз решила выйти к вам уже вечером записать потому что начала монтировать и поняла что у меня абсолютно нет никакого перехода между таким моим разговором абсолютно спокойным и потом будет довольно такая резкая сцена поэтому прошу прощения за такой переход не плавный но вы должны это увидеть это просто нас от чего нас уберег бог это просто бог нас вот реально наверное любит я ему так благодарна что нам дал знак и какой-то момент на это нас спасло вот поэтому я хочу чтобы вы посмотрели это видео такое иногда бывает самое интересное что я только взяла в руки камеру чтобы записать вам от речь о том что в боке нет бензина потому что поставки в основном идут из порта вергрейд его затопило полностью и поэтому поставки были нарушены пока всю эту систему наладили соответственно у нас была заминка в боке и бензина не было я уже поздно это увидела в группе что все ищут бензин позвонил аллерге говорю давай бегом иначе ты до работы просто не доедешь я знал что и она хотела заправляться ехать вот и поэтому мы тоже поехали на поиски естественно свою родную костка и вот стояли в очереди и в общем сами увидите что произошло такие вот дела но в принципе вышла на связь что просто вам сделать такой плавненький переход смотрите наш сегодняшний день я думала будет ничем не примечательный но что-то все таки в нем произошло я убрала блин капец просто это чё такое четыре машины просто на ровном месте блин сколько только перестроились ты же сказала перестройся в другой ряд женщины за шею держится господи это сейчас был только что такая авария только перестроили с того ряды я не знаю это просто ужасно это это просто он на такой скорости он на такой скорости влепил причем ему почти ничего вот эта машина вообще в смятку и те может вы не представляете ева мне только что сказал мама перестройся в другой ряд я дать я говорю да да тянем вместе шланг что-то переживаешь дочь она как не я что-то не хочу тянуть слушайте ребят в океане от бензина и мы стоим в часовых очередях из-за наводнения и вот тут вот такое вы представляете это просто ужас этот мужик очень злой да ложь трясет так у него будешь у него жена он чуть шею не сломала папа мы только перед один из эскалейт который стоял белый 4 машины вот так сдавил он на всей скорости во въехал все машины мы только уехали от смотри вот только нет мы вот переехали из того ряда вот эту красную задел вот эту задел вот я год и вот он на белом эскалейте он вот так прям при нас во все них въехал вот это вообще как гармошка сложилась там вот в первой машине женщине плохо у него что-то с шеей вообще кошмар он вообще не понял ну вон мужик впереди у него жена она хромает или что хромает и шею на него стоит показывает это вон тот а этот вообще не понял такой выходит с такими глазами и он получается прям давил он на скорость была как будто знаешь перепутал педали он вообще он так долго давил это ужас какой-то я не знаю вот он там стоит здесь пацан прям за него впереди машина пацан тоже испугался так он молоденький такой вообще капец офигеть папа мы только я не знаю когда перестроить да когда вот это мы на этом месте вон на той машине серый должны были посередине будет три машины он задел получается и они такой звук бог знает в этой красной стояли за той красной машиной стояли но вы в середине были вот это серый стоит ну и вон там должны были стоять мы за красный были перестроились я не знаю вон он вылез с ними разговаривает это просто ужас а ему главное вообще ничего не вообще с машиной представляешь царапина на банк и вообще не просто ужасно такой скрежет до белый еще ты сдаду сдаешь чуть совсем я не знала с такими глазами там стоит квадрат я думала это подросток он такого маленького роста его из-за руля не видно я думаю это какой-то щегол а он нормальный взрослым получается вот на газ прям со всей дури у меня мурашки когда я думаю что мы вот за красной машиной стояли и ты заставила меня перестроиться ужас господи приехали домой дети говорят мама дерево упала что за катаклизмы ту-ту смотри его гляньте что-нибудь устроили лена ему сетку купила они установили в волейбол играть поминтон выиграли понятно я думаю это волейбольная сетка ну вы даете блин а чё ведро там лежит мишельчика ну-ка унеси чайф ночью вынесем его ну труха да уже все ветерная и коробку забери от своего боминтона ну и ногами может сломаем сейчас стемнеет посмотрим дочь сейчас не этого вместе потом все ветерная